Радость мамина. Судорки мучают моего сладенького. За судьбой Тимофея из Михайловского района вот уже как полгода следит вся страна. В сентябре после падения с велосипеда мальчик получил серьезную травму головы. Образовалась огромная гематома. Чтобы облегчить страдания Тимофея, его вводили даже в медикаментозный сон. Несколько месяцев подряд мама мальчика добивалась госпитализации в федеральный центр. С трудом, но это событие случилось и стало поворотным. Самое главное улучшение в состоянии здоровья Тимофея – это то, что ушли судороги. Судороги, от которых он испытывал бесконечные боли, от которых он плакал, от которых он страдал. И, скорее всего, от которых он не мог прийти полностью в сознание, которые ему мешали. Мешали восстанавливаться. Вот сейчас их у нас нет. Ушли судороги и параллельно с лечением началась реабилитация. За три с небольшим недели Тимофей прибавил три килограмма в весе. С каждым днем все больше может находиться в вертикализаторе. Но главное – взгляд стал осознанным, на лице появилась улыбка. Тебе какой больше нравится цвет? Красный или синий? Синий? Отлично. Смотри. Я беру клоточек и его засогу в кулачок. Засогу, засогу, засогу. Подуй. Сегодня мальчик даже пытается произносить буквы. Пока получается слабо. Но общая динамика состояния парня позволяет врачам давать положительный прогноз. Он теперь может ответить на тот вопрос, какое у него настроение. Он показывает лайк. Вот так. Путь к полному восстановлению не безнадежный, но точно будет долгий. Тимофею потребуется несколько курсов реабилитации. А на это нужны средства. В прошлом году у Олеси умер муж, и теперь женщина тянет одна-двоих детей. Любая посильная помощь для нашего земляка не будет лишней. Елена Макаренко. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова